Девушки отдыхают Нет, это маленькие орелы рядом с Брянском, а рядом с Брянском – Белоруссия Вы связаны с Брянскими, с индикатором популярных групп? Нет, мы связаны с лесными братьями, но не с ними С лесными братьями, отлично Слушай, давно ли вы существуете таким потрясающим составом? Я так понимаю, ты играешь на… На флейте, да На флейте, отличный выбор, а ты? Гусли Гусли, ну это белорусский такой выбор, а ты? Бубин Бубин, ну и среди вас наверняка поет Нет, я на щетках За вами стирает, за вами стирает, это прекрасная девушка Я очень рад, что впервые в наше интервью ребята взяли с собой своего менеджера Потому что он тоже член группы, судя по всему И потому что это она Ребята, ну за то время, что вы существуете, как вы продвигали свою группу? Расскажите, я знаю, что у вас есть интересная история по этому поводу Мы слышали, что если в интернат выкладывать аудио и фотки, то кто-то может это лайкать В принципе, на этом мы пока остановились Дальше это процесс Еще изучается Вы, может быть, пробовали присылать свои фотки, ну известным продюсерам, но Главное еще музыку записать, вот забыл главное Ну, только не там, где в купальнике, в смысле, фотографии выкладывать Там же можно ВКонтакте музыку выкладывать, да? Ну, уже можно, уже можно Значит, надо двигаться вот Или, точнее, судя по новостям, пока можно Мы будем пытаться, я думаю, если мы запишем что-нибудь Нас пока просто на студию не пускают Не пускают на студию, ну это хорошо Вы пробовали по-русски с ними разговаривать? Или только гуслями? Надо, да, с белорусского, наверное, пытаться по-русски, может поймут Пытаемся, пытаемся, даже записываемся Вообще, странно, что вы флитиста все время спрашиваете У нас вот вокалисты Ну, просто, просто вы же все на экзотических инструментах играть Я не знаю, кто из вас поет, ты поешь? Да, я пою, я вокалист Молодец, что поешь, вокалист Даже оперным иногда могу Ваня Слушай, у меня к тебе такой вопрос Часто ли ты поешь на русском языке И почему песня, которая попала в наш топ-50 на английском языке А дальше и вовсе непонятно Сейчас ты раскроешь секрет, почему так На английском Да, на английском, даже я сочинил текст Уильям Шекспир Известный белорусский поэт Нет, он английский Просто у Арсения, он русский никогда не был Шекспира У него в роду были англичане, очень знатный род И там был один из его пращеров, это Шекспир Ты можешь сказать, что это было за произведение? Это Санет Пилгрим, стих 16 Мы прибавили одну единичку, получился 17 Ну, для красоты Так вы ответили мне на вопрос, почему так иностранно называется песня Слушай, ну, вы... Ну, это, если я еще немножко допомнить могу Это как аналог этого самого вокализа Там же как, по сюжету, ковбой шел домой, радовался птичкам Там травки зеленеют Текст, в принципе, такой же примерно Да, 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 да Идет Пилигрим, Пилигрим Да, так что это, по сути, это... Воздух и травки Продолжение дела Ирдорда Хиля А, ну, теперь понятно Теперь понятно Большое спасибо, ребят, что продолжаете такое ответственное дело Несете флаг, так сказать, в массы А выбрана стихотония Шекспира Но по каким соображениям? И планировали вы, что эта песня станет хитом И доберется до определенной строчки парадии? Ну, мы специально выбирали ее, чтобы было не на русском Оно, в принципе, на английском было написано Поэтому выбор полный него И, в принципе, не хотелось мучиться, сочинять чего-то Просто залезли в интернет, вот нашли Так проще Отличный ход Но все же, вы когда записали песню Все-таки же вас спустили в музыкальную студию Вы думали, что она станет хитом или нет? Немного принудительно Мы выиграли просто ее в конкурсе Нас не пускали, мы просто выиграли конкурсы Поэтому, так как организаторы уже не могли отказаться дать обратку Нас пришлось пустить А, ну, а ситуация была такая, что вы песню тогда не сочиняли и группой не были Но конкурс вы уже выиграли Мы ее репетировали ровно сутки до записи Где-то на студии уже перед самой сессией Мы придумали концовку и, наконец, ее записали А после записи мы уже переделали песню раза три Да, а потом просили вырезать или добавить что-то Это было непросто Играли гамму звуку режиссеру, чтобы он просто нарезал потом? Играли там один проигрыш по ноткам Он очень быстрый, там 32-ми, а мы все сыграли восьмыми Применялись современные технологии, то есть, да? Да Так, разрез Сложно Сам ты делал звук режиссеру, что ты отвечаешь на этот вопрос? Слушай, ну, с такими веселыми парнями, на некое очень тяжелое менеджеру Давай слово тебе Да, давайте Можно не держать микрофон, все иди Ну, на самом деле Я могу только смеяться Наш менеджер уже все сказал Достаточно, большое спасибо Спасибо Что, ребят, вы планируете выпуск таких же, но фееричных по своей бессмысленности песен, чтобы было как Тру-Лу-Лу-Лу? Или у вас есть собственный материал сейчас? Вы готовите что-то на белорусском или на русском языке, на гуслях? Мы хотим сказать, что, значит, наша концепция, это наше название Значит, Луминарис, это не просто набор звуков или букв Вот у нас есть вокалист города Орва И это имя древнего русского божества, легких алкогольных напитков и цветущих полей Собственно говоря, эту радость жизни природной мы несем Хотим донести до людей, до, может быть, до всего мира Как-нибудь собраться на большом концерте, стадионе И как молитву Вознести божество Луминарис Это было бы самое, наверное, наше мечтение Ну, а почему такие странные выборы? Вы решили продвигаться в России Если вы из Орла Просто по воле и суде Родители меня прогнали из моего родного города Из гнезда родового Да, мне пришлось обосноваться здесь Когнали, что порочит род Шекспира И поэтому пусть едет Питер Ну что, с нами была группа Луминарис Большое спасибо им Удачи вам в ваших творческих начинаниях, ребята Субтитры создавал DimaTorzok